Раньше у меня последние 10 лет довольно часто сильно сводило руки, когда спишь, и какая-то тяжесть в груди возникала. Но потом, год-два назад, начал есть соевый сыр, и вроде бы эти симптомы прошли, но у сыра есть свои недостатки. Он мне в итоге надоел, первое, что он портится, и даже порченый покупаешь часто. Второе, дороговато. И последние полгода я его не ел, и опять эти симптомы возобновились. Еще я пробовал за это время соевые бобы купил, проращивать, но они невкусные тоже. Так же, как, впрочем, и сыр, это он тоже невкусный. Сегодня зашел в два магазина гипермаркета, в Глобус и в Магнит, и купил там соевое мясо. Его можно разводить просто в воде, в теплой воде, его не обязательно варить. И попробую. 150 грамм стоит 50 с чем-то рублей. Потом соевое молоко, это сухое такое. 100 грамм... Сколько же оно стоит? 200 грамм, 100 рублей, и тоже надо попробовать. Там, правда, фруктоза содержится, надеюсь, ничего не смертельно. И еще какой-то соевый соус, типа сметанного, дешевый, 27 рублей, 200 грамм, по-моему, тоже надо попробовать. Вот, я посмотрю, как будет сводить руки или нет от этих продуктов. Являются ли они лекарством, так же, как соевый сыр. И еще купил заодно оливковое масло. Последний год, два, почему-то чаще стали травмироваться суставы, поболевать при нагрузках, при постоянных. Последний от прыжков. И купил оливковое масло, оно дорогое, конечно, 400 рублей литр, тогда как то, которое я до этого покупал, стоило 100 рублей литр в 4 раза дороже. Но тоже ради эксперимента можно попробовать, тем более оно тратится медленно, масло. Вот соевое мясо, 50 с чем-то рублей стоит, пакетик грамм 250. Сейчас замочил, надо подождать, пока размокнет. Написано, что необязательно варить, можно просто размочить в теплой воде. Дальше крем сметанный, соевый. Там, правда, состав не очень, но попробую все равно, так как соя. И соевое молоко уже попробовал как порошок, оно типа молочной вот этих смесей, которые раньше продавали, детские. Написано, что ложку надо на стакан воды условно. Сейчас сначала попробую крем сметанный, попробую молоко, а эти надо ждать, пока размокнут. Я не помню сколько, подожду до вечера. Да, крем сметанный вкусный, съедобно. И стоит дешево. Типа сметаны, а на самом деле там растительные только компоненты. Ну, в частности, как на нем написано соя. Дальше сейчас молоко глотно попробую. Крем этот можно использовать как сметану, например, в качестве приправы к еде. Ну, молоко так себе каким-то порошком он дает. Ну, в принципе, тоже съедобно. По вкусу, как будто там порошок. Ну, там написано, надо подождать минут 15, чтобы размокло. Я не ждал. Может быть, потом лучше будет. Да, так какой-то порошок. Что касается соевого мяса, оказалось, что его не надо даже размачивать. Оно и так на вкус достаточно приятное. Можно грызть, как сухарики. Размочил соевое мясо. Сколько? Оно минут 10-15 мокло. Вкуснее даже, чем вот эти сухарики сухие. И по вкусу действительно напоминает мясо. Но я его ел когда-то, лет 5-10 назад. В вареном виде, ну, вот это размоченное. Оно примерно то же, что и вареное. Оно просто не горячее. И вот уже после первого приема сои вчера спалось нормально. Руки практически не сводило. В грудной клетке тяжести не было. И еще сон был более крепкий. Потому что до этого я часто просыпался по ночам. А сегодня, по-моему, даже ни разу не просыпался. Всю ночь спал. Так что придется есть сою. Во всяком случае, при возникновении таких симптомов. Еще надо сказать, что самый такой нормальный вариант это соевое мясо. Оно и вкусное, и удобное. Взял, купил этот пакетик за 50 с чем-то рублей. Можно его дня на 3 растянуть. И быстро замачиваешь. 10-15 минут готово. А соевое молоко, кажется, вызывает у меня боль в зубах. Во всяком случае, небольшая. Вчера была, скорее всего, потому что там фруктоза содержится. У меня зубы слабые в отношении сахара. И соевая сметана тоже можно есть, так как она дешевая. Но там состав сомнительный. Там написаны какие-то растительные жиры. В общем, непонятно, что там еще кроме сои содержится. Продолжение следует...